МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ко мне приезжал сам водитель и сказал, что он ехал 40 километров в час и как бы ни в чем не виноват. Вот единственное, что я вам могу сказать. А отознавателей никто у меня ничего больше не спрашивал. По этому поводу ничего не могу вам сказать. Еще две девушки в тяжелом состоянии были доставлены в Мариинскую больницу. Одна из пострадавших находится на седьмом месяце беременности. К счастью, даже после перелома таза врачи заявили, что с ребенком все в порядке. У другой девушки диагноз не менее серьезный перелом позвоночника. С сильной болью от полученных травм помогают справляться только медикаменты. Напомню, ЧП произошло в ночь с воскресенья на понедельник напротив станции метро Синная площадь. По словам очевидцев, три девушки остановились возле пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала светофора. Внезапно на большой скорости на них вылетела иномарка. От удара двух пострадавших отбросило на несколько метров. Третью зажало между столбом и искореженным автомобилем. Следственные органы продолжают проверку по факту ДТП. Сегодня прошло первое заседание суда по уголовному делу о громком ДТП, в результате которого были сбиты две выпускницы школы. Водитель Владислав Кондратьев снова не признал своей вины, но семье погибшей Кати Соболевой он готов возместить моральный ущерб. Один миллион рублей и материальный – 212 тысяч. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю Владиславу Кондратьеву грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На примирение мать погибшей школьницы идти не готова. Я бы вот, ну, ожидала, если письма, то там бы должно было быть написано, я виноват, простите меня, если можете. Все, что могу, я готов сделать, если надо, я понесу наказание, если вам от этого будет легче. Вот тогда бы я, конечно, сказала, я не кровожадна у него дети, но он о них не думал, когда он гонял по машинам, по дорогам. Это не первое его нарушение. Трагедия произошла, когда школьники всем классом переходили набережную лейтенанта Шмидта. От полученных в результате ДТП травм Катя скончалась на месте. Вероника провела в реанимации неделю. Сегодня в зале суда на первом слушании по уголовному делу присутствовали все стороны. Водитель Владислава Киргизии подозревает в нескольких преступлениях. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, повреждения чужого имущества, а также участия в массовых беспорядках. Мужчина собирался отправиться в Тюмень, но сесть в поезд так и не успел. У дверей вагона его ждали полицейские. Решением областного суда Киргизской республики ему заочно была избрана мера пресечения в виде ареста с дальнейшим этапированием по месту регистрации. Национальное центральное бюро Интерпола Киргизии, который является инициатором розыска, проинформировано о задержании данного гражданина. Сейчас решается вопрос о передаче подозреваемого правоохранительным органом Киргизской республики. Незаконную постройку сегодня снесли на Московском проспекте. Восемь лет на территории Рощинского сквера стояло пустое кирпичное здание. Все это время город пытался выселить недобросовестного застройщика. Земельный участок площадью почти 6 тысяч квадратных метров сдали в аренду предпринимателям в 2002 году без права возведения капитальных строений. Застройщик планировал разместить здесь временное летнее кафе, однако нарушил условия и возвел огромный кирпичный дом. После этого комитет по управлению городским имуществом расторг договор аренды, но частник отказался освобождать территорию. Дело дошло до арбитражного суда, но даже после вердикта о выселении ситуация не изменилась. Сегодня, наконец, сквер удалось освободить. В Московском районе, как правило, это исключение. Работы будут выполнены, наверное, в течение недели. Осуществлена перепланировка, но и весной здесь будет восстановлено благоустройство. После передачи участка города начнется новый судебный процесс. Застройщика обяжут возместить средства, затраченные на демонтаж здания. В лесах под Выборгом ищут подснежники. Там снимают фильм «12 месяцев. Новая сказка». Это последняя роль Богдана Степки. Помимо этого, в картине задействовано много и других известных актеров. Анастасия Мельникова, Андрей Леонов, Юлия Такшина. На съемочной площадке побывала и наш корреспондент Мария Марченко. Право на ошибку у актеров нет. Снимают все с первого дубля, пока снег с еловых ветвей не осыпался. Леший в исполнении Андрея Леонова, звезды сериала «Папиной дочки», показывает дорогу девочке, которую зимой отправили за подснежниками. Но знакомые с детства историю рассказывают на новый лад. Ни телеков, ни видиков, ни компьютеров. Шути какая. Действия перенесли в современность. Лиза уже не бедная сирота. Вместе с родителями она приезжает на каникулы не куда-нибудь, а в крепость Боузов, Моравии. Готические интерьеры, ожившие статуи, летающие секиры. Подростку предстоит оказаться в волшебном мире. А чтобы вернуться домой, к маме и папе, она должна нарвать подснежников. Помогут в этом нелегком деле 12 месяцев. «Декабрь», кстати, сыграл Богдан Ступко. Это последняя роль актера. Мы пытаемся сделать большое кино, найти вот этот жанр. То есть не копировать американские картины, не делать страшилки готические подростковые. А вот от возраста 8+, эта картина должна быть интересна и родителям, безусловно. Но вот хотелось, чтобы это было по-настоящему доброе кино. Подобных фильмов в России не снимали 20 лет, говорят создатели. Жанр сказки практически утрачен. Пришлось ориентироваться на заграничные картины «Хроники Нарнии» и «Золотой компас». Наши режиссеры путают, продюсеры путают фильмы о детях и для детей. У нас большая картина – это о детях. Дети, вы смотрите, о детях неинтересно для них делать кино. Главный атрибут фильма «Подснежники» нашли с большим трудом. В Петербурге не то что живых, даже искусственных цветов не оказалось. Букет привезли из Лондона. В сведу в цветах мало волшебного стебля из пластмассы, лепестки из ткани. Живые бы на таком морозе просто погибли. Но на то это и кино, чтобы творить чудеса. На экране «Подснежники» будет не отличить от настоящих. Ключевые сцены снимают в экстремальных условиях, на границе с Финляндией. В заповедных лесах актеры мерзнут уже третий день. В перерыве Ольга Найденова спешит в трейлер к чаю с лимоном и валенком. Играть приходится в летнем платье и тонких перчатках. Мне кажется, это здорово играть в каких-то фильмах, узнавать что-то новое, узнать каких-то людей. Но то, что не нравится, это ходить в летнем платье по морозу. Впереди съемки в Лапландии и Петербурге. Причем часть материала уже смонтировали. На экраны фильм должен выйти под Новый год, как и положено сказке. Мария Марченко, Сергей Друан, Елена Волкова. Новости. Санкт-Петербург. Это были все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова